Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, и это Игра Вароботс. Сплетня сегодня такая. Вчера... Эм... Да ладно. Сейчас посмотрим на основное. Это сегодняшнее задание. Набери 2000 чести за захват маяков. 1700 чести любой категории. Набери 1400 чести за уничтожение роботов. Чуть не прочитал за унижение роботов. Почему унижение роботов? Потому что вчера... Вернее, сегодня я с работы пришёл, зашёл в официальную группу ВКонтакте, там, где меня разбанили, мне теперь туда как бы приятно заходить, ну и смотреть на новости и обсуждать сплетни. Касаемо нашей игры Вароботс, можете даже назвать меня самым главным сплетником. Да блин, кем бы только я не был, но я думаю, что кем бы я, братуха, не был, всем остальным до этого очень-очень далеко, ёпта, я самая, думаю, значимая единица в игре Вароботс. Все остальные просто натянутые надувные шарики. Так вот, по поводу натянутых надувных шариков, такой же надувной шарик вчера стримил, и даже группа Вароботс, помимо того, что заблаговременно оповестила всех, что будет розыгрыш у Астрофемуса с подарками на Твиче, что самое интересное на Твиче, на Твиче мало кто сидит, на Твиче, блин, неинтересно, а Астрофемус на Ютубе, ну, отказывается стримить. В общем, какой-то тупик, странная хреноботина. Если человек не хочет на Ютубе, зачем вообще с ним сотрудничать? Ну да ладно, на Твиче так на Твиче. Я не знаю, какой там был онлайн. Так вот, по поводу надувного шарика. Вчера ещё одна реклама на официальной группе ВКонтакте на стеночке высветилась, типа стрим начался, а потом же сразу и не то, чтобы новость эту удалить, а ещё и написали в конце, редактировали, что стрим кончился. А выглядит это так. Стрим начался, добро пожаловать. А внизу стрим кончился, до свидания. Странное дело, как будто стрим на самом деле не состоялся. Так вот, по поводу надувного шариков и унижения, я всё-таки не могу начать. Вернее, я начинаю, но не могу закончить. Туда положи. Дело в том, что, почитав комментарии под вот этими вот новостями про Астрофимуса, я таки понял, что происходило на стриме. На стриме, помимо того, что роботов разыгрывали, я, кстати, там в комментариях очень мало про это написано, заметил, что Астрофимус играл чуть ли не в бриллиантовой лиге. Золото, бриллиант. И играл он на драконах и рессах. И разбивал, как ребята пишут, Гарротов, Лео и так далее. В общем, Гриффитов, Гарротов и Лео. Дело в том, что игрокам сразу же это не понравилось. И понятное дело, ну, как бы, одно дело на мелких непрокаченных имбовых роботах мочить таких же, а другое дело чемпионским составом мочить песок. Но это, ребята, проблема. И проблема, она связана с тем, что Астрофимус в прямом эфире унижает игроков. И люди это видят. Ну, это как бы минус Астрофимусу. Также по поводу натянутого шарика. Почему натянутый надувной шарик Астрофимус? Дело в том, что его надувают пиксы. Он не сам по себе надувается шарик Астрофимус. Его надувают пиксоники. И каким образом они его надувают? А ему дают всё самое большое, прокачанное в игре. А лигу-то ему не надувают. И вот он как раз-то Астрофимус, если бы в эту игру играл, он бы, то есть сам себя качал, прокачивал свой шарик, да, он бы, ребята, был бы уже давно в чемпионке. Ой, ой, как давно в чемпионке с такими ангарами он бы был. Но так как он до сих пор ещё не вылез из Блиантовой лиги, блин, значит мы делаем вывод, что Астрофимус не играет в игру Воробус. Вот такой надувной шарик Астрофимус. Йоколаный бабай. Нахрена вообще ты, блин, бедный Астрофимус, вот это делаешь прямо. Я таки понимаю, что если игрок не играет в игру, и она ему не нравится. У него есть другие игры. Но Астрофимус, блин, перешагивает через своё не нравится и играет в эту игру. Ради того, чтобы отдать призы. У меня вопрос, Астрофимус, пожалуйста, ответь мне в личку, сколько пиксоники тебе платят. Очень, блин, даже интересно. Было бы интересное сплетение по поводу заработка. Я бы потом это попробовал бы передать через Шестаков Глокману, чтобы у него задавила жаба, и он начал там задыхаться от злобы, от ненависти к тебе. Так вот, от жадности. Очень интересно, а сколько тебе платят? Дальше. Ну, в принципе, всё. Чё дальше-то? Вот, в принципе, и вся сплетня, господа, товарищи. Астрофимус, надувной шарик. Можно даже так видеоролик назвать. Но, к сожалению, к сожалению... А, да, во, я забыл ещё, чё я хотел... К чему я вёл-то? Хотел бы обратиться к разработчикам, те, которые сотрудничают с Астрофимусом, и предложил бы им поднять ему лигу, тысяч так на семь, ёпта, чемпионских кубков ему подарить, чтобы он сидел в чемпион лиге, и там уже, как говорится, показывал свой скилл, или отсутствие скилла, неважно. Но дело в том, что не выглядело бы это избиением детей. Чемпион составом, как мне написали, 20 тысяч там у него возбудителей, и, чтобы не скучно было, там написано было. И вот так, как бы вот такое вот у меня предложение есть к разрабам. Ты, Астрофимус, если этот видеоролик слышишь, то тоже попроси, чтобы тебя закинули к чемпионам. Тебе даже, наверное, думаю, будет интересно самому играть среди таких же равных, как и ты, чем бить вот этих поносливых мелких шкалатутов в яслях. Да, да, Астрофимус, я думаю, что в чемпион лиге, может, тебе даже станет интереснее играть, и ты будешь уделять нашей игре больше внимания. И превратишься из надувного шарика пиксориков в сам надувной шарик. В общем, передайте эти слова этому, Глёкману, блядь, этому Астрофимусу, и, в принципе, я не знаю, выводить на диалог Астрофимуса или нет, я всегда ему могу и написать, но здесь просто ему передайте, чтобы он попросил, чтобы его подняли карандашом волшебным в Лигу Чемпионов. И тогда оттуда он вещал. Вот я бы даже на это действие сам бы пришёл бы, да посмотрел бы с удовольствием. Ну, а вы, ребята, если со мной полностью согласны, то ставьте обязательно лайк, также оставляйте такой же комментарий, типа, да-да, братуха Астрофимуса в Чемпион Лигу, и, может быть, чудо свершится, и мы посмотрим, как Рак с пятью клешнями будет играть в нашей игре в Чемпион Лиге на Супер Мега Ангаре. Ну, Рак, он и есть Рак, он же играть-то не умеет, ну, не в обиду, да, Астрофимус уже понял, думаю. А мы, ребята, продолжаем. Ну что ж, у нас задание хорошее, интересное, и через час будет у нас Одесс прокачиваться. Дальше мы рекламу не смотрели, пока сегодня с работы пришёл, а время у нас 17 часов 46 минут, пятница, столица веселится. А мы идём на смерть, и на смерть идём, конечно же, в превосходство. По поводу, ребята, посылки от Малонаты, это находится на Братуха Лайф, на вчерашнем стриме, слава богу, его не заблокировали, потому что музыку никто не заказывал, и там есть, ребята, именно вот, в каком-то месте, где я показывал... где я показывал футболки, которые она сделала для меня. Спасибо ей большое. Ещё раз. Вино я ещё не открывал, шоколадку одну я забраковал, вторая очень вкусная, с минимальным количеством сахара. Мне такое ощущение, что в Европе не хотят жирнить, а нам в Россию пихают всякий шлак, лишь бы мы растолстели и сдохли. У нас лука на центре, зелёный дракон. Сейчас мы его ушатаем. И вот здесь... О, бля. Вот так, господа, бывает. Ласт энд меня спасает. Но ненадолго. Он га прыгнул, и надрал мне задницу. А это, я думал, честно говоря, что он... У нас мега крутой парень. Ба-ба, нафиг. Надо было прыгать, пацан. Это, если ты на Меркурии играешь, давно должен был знать, что кто перепрыгнул, того и тапки. Я думал, что у мега это на Рессе. Надо запоминать никнеймы, кто на каком играет. У меня 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот сейчас мы попробуем этого парня застанеть. А что самое интересное у этого парня? Сейчас кончится щит. Раз у него кончится щит. То мы его сейчас, ребята, и откозюлим. Отходим. А, меня застанели. А это плохо. К сожалению. Ну да ладно, зато откозюлили целого Ресса. Парень ударился. Активируем глазик. Вот это другое дело, ребята. Прыгаем, убегаем. Скок-скок. Прыг-скок. И вот у нас... Ха-ха. Умер один пацан. Это неплохо. По маякам... Ох, как мы хорошо парней обложили. Справа-слева. Джек Роуз. А... Ака Роуз. Ака Роуз, ребята, у нас там на Рессе. И тут у нас Фалькон конкретно воспринимает пиздюлины. Я сейчас попробую приблизиться и отыметь Ресса. Нет, к сожалению, Ресс у нас... Отымел его, да, ребята? Да, кончился у него щит. И огнём я его дожёг. То есть... Пулемёт мои были на перезарядке. Я его огнём захерачил. Кончился щит у этого парня, но он продолжает мне ливать. Я очень высокий робот. Из-за этого мне дают пиздюлину. А вот я, короче, вот так вот выбираю. И что самое интересное, наверное, я выбрал Ресса. Да, я выбрал Ресса, и это очень здорово. Потому что он даже глазик включил для того, чтобы наказать братуху. Но это у него не получилось. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Парнишка слился! Это его проблемы. Иг-соточка! Сейчас у нас получает пиздюлины. Куда-то прыгнул непонятно куда. И сгорает! Сгорает! То есть ещё братуха, смотрите. Братуха, бах! И подлетел! Прям на крыльях любви. Полетел, полетел, братуха. Ой-ой-ой-ой. Лучше, конечно же, улетать. Ясен пень. А то сейчас прилетят ко мне. На голубых вертолётах. Видите, уже раздают. Без скромности. А тут у нас 500 метров ум-ум-га. Лумба-лумба. Юмба-тумба. Пилот. Ох бы его застанеть. Сейчас будем, ребята, взлетать. Нет, пока взлетать не будем. Подождём. А вот теперь давайте взлетать, господа. Дело в том, что мы сейчас сожгём быстро топтышку. И дожгём нашего героя. У-ху-ху, лётчика! А теперь включим глазик. И догорит у нас ещё одна. О-о-о, блин, мои пулемёты что-то косят конкретно. Это больно. Мне прямо в задницу влетает нехилое ускорение частиц атомных. Горит пердак мой. Ох, как он горит. Вы посмотрите на него. У нас на базе проблемы. Я думаю, надо слетать, посмотреть, проверить. Надо давать пиздюлей. Как говорится, научить. Это у нас Тулумбасник. Я помню, если он не умер. Не поменял другого робота. Он Тулумбасник. Я включил глазик. Это на Арканной. О, Арканная это плохо. Арканная меня убьёт. И он убил меня, умга-мга. Но это их не спасёт. Они проигрывают. И проиграют. Сила на нашей стороне. Сегодня мы рулим парадом. Джакарус. Джакарус и умамга. Умамга. Напугали пацана. Это Ареса. Нет, это как его называют. Воу, вот это прыжок. И посмотрите, мои пушки заблокировались. Но это не мешает мне активировать их и наносить парню урон. А тут прям таки сюрприз мазафака. Умамга. Который раз меня уже преследует. Да, как-то позорно. У меня одна пушка осталась в конце боя. Давайте умрём, чё ж там. Разорвало меня. Изнутри. Вот такие пироги, ребята. Раздолбали були-були. 800 тысяч. Серебра, миллион триста. Домашки Джакарус. Я так и думал, что он будет в топке. Так и думал, что Умамумга тоже будет в топке. Вот такие вот ребята играли против меня вдвоём. Но ничего не смогли сделать. Мы выполнили аж на целых три задания. Ого, даже два задания мы выполнили из задания среди звёзд. А, обалдеть. Ну что ж, я думаю, если сейчас дело всё будет гладко, то мы сегодня прямо на видеоролике, а не только на стриме, откроем сундучок за 100 звездочок. Думаю, да, ребята. У нас ещё впереди два боя. Есть предпосылки. Увидеть это не на стриме. Сегодня даже, возможно, стрима не будет. Если так на то дело пошло, ну, будет всё от настроения зависеть. Вот. И если настроение будет хорошее, то, может быть, стрим и будет. А если будет настроение плохое, то у меня нет смысла проводить стрим. Твоя цель в превосходстве захватить и удержать максимум маяков. Давайте возьмём Ауджана. У нас он 11-го зелёного уровня, то есть 23-го, можно так сказать. Возьмём Ауджана и полетели на самый дальний маяк, чтобы никто не отвлекался. И потом быстренько-быстренько на тот правее меня маячок прискакать. И там уже помочь его воздержать. А если что, удержать. А если что, оттуда я уже могу там в город прям-таки лететь. На помощь. Вот видите, парень, страйдер побежал. И у него, кстати, есть фора. Вот сейчас захерачит этот маячок. И, возможно, побежит на тот дальний маячок. Самое главное, чтобы наши в городе не слишком-то как бы лезли на рожон. Я захватил маячок. Теперь можно медленно, медленно-медленно идти. У нас в городе на нашей стороне один краснопёрый. Я не знаю, почему его бояться до сих пор не убивает. Наверное, под прикрытием дальнобойчиков. Смотрите, меч Майк в 55 побежал на левый маяк. Потому что противник никто туда не побежал. Обалдеть, господа. Вот такие пироги, ребята. Давайте взлетим и фалькону целые обоймы раздадим. Спрячется у нас фалькон. А мы тоже не дураки, у нас бочка есть. Не зря тут пиксы бочку понаставили. Знали, что братуха будет тут ныкаться. Ну что ж, краснопёрым деваться некуда. Вот они у нас на базе запёрты. Все на дальнобоях. Но по очереди начинают они умирать. А это говорит о том, что они будут брать быстроходных роботов. Да-да-да. И будут всё-таки вести активную борьбу. И самое главное не просрать в этой активной борьбе. Взял парнишка у нас. Стоим и прячемся. И убегает, смотрите. Сейчас попробуем через всю толпу, попробуем пролететь. Таки, знаете, тихонечко подкрасться. Опа! Тихонечко подкрасться не получилось. У него ласт стенд, господа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слишком я подставился. Где мой дом родной? Остался я жив. Вот это был сюрприз, мазафака. Это был сюрприз, ребята. Но я живой. А краснопёры, смотрите, уже куда уходят. Уже беркут идёт. Мы за маяками обалдеть обосраться. Почему никто не обращает на это внимания? А, и он ещё и дракон зелёный, беркут. Обалдеть. Так что делать? Умирать, не умирать? Мы выиграли? Ха-ха-ха-ха-ха! Я даже забыл посмотреть на маяки, ребята. Как легко. Как легко мы выиграли. Я даже не вспать, не напрягся. Чё-то там вспать. 200 тысяч серебра. Чирикам предложили. Ну, вы честный дух. 264 тысячи. Дамага я нанёс. Мы играли в меньшинстве. Это был самый смешной бой. Вернее, оконцовка самая смешная. Обалдеть. Мы выиграли? Вы не поверите. Я просто очумел. Мы реально выиграли. Полторы тысячи. Ну, к сожалению, видите, малочку в чести дали за захват маяков. Ха-ха-ха. Ну да. Вот она жопа-то. Вот она где-то она. Бывают и такие бои в чемпион-лиге-то. Если у нас в чемпион-лиге такие бои бывают. Чё ж там, ребята, на стиме-то у астрофемуса происходит в бриллиантовой лиге. Берём, ребята, у Джан и за маяками. Бегом, 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 бегом. Давай, 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 давай. Взлетай. А то маяк отберут. Захватывай, захватывай, захватывай. Отлично, полетели в город. Полетели, 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 полетели. Опа. Хорошо. Котлин, котлин. Ох, сколько много. Да-да-да, на указке, видите? Ничего, ничего. Сейчас мы кого-нибудь вышпилим. Я думаю, надо белого дракона вот этого убивать. Он ещё, смотрите. Сейчас мы быстренько сделаем залёт. И отлёт. Вот так неплохо мы и сыграли, ребята. Быстренько ломанули центр. Сейчас я тут быстренько спрячусь. Нифига, он заливает. Умеет играть, парень. Паршивец. На чём и где он там? Я чё-то не заметил, откуда летела. Пока прятал свою тушку за здание. Откуда-то там прилетала. А, всё, нашёл, ребята. Сейчас будем искать. О, вернее, нашёл. И сейчас будем наказывать. Опа, полетели, полетели. Да, пацан, я даже своим роботом пожертвую. Да я, может, ещё одного съем. Вы не поверите, я выжил. Даже маяк захватил. Ха-ха-ха-ха. Да ладно, убивай, чё там. Две секунды. Ах-ха-ха, паразиты, паразиты. И чё, та же история. Четыре маяка. Ха-ха-ха. Ха-ха. Мэф-маф-муф. О-о-о. Так, давайте дадим возможность парню тому слева в городе захватить маяк. Сейчас сами попробуем захватить центр. Надо же нам по маякам затащить. Оттого мы и собираемся сейчас тащить маяки. Опа, быстренько влетаем. И разрушаем всё, что здесь происходит. Или собирается произойти. Прямо жгём ему в морду. Вот так. Шикарно, ребят. Здорово. Всё прекрасно обошлось. Включи, пожалуйста, свой щит, Арес. Давайте попробуем за Аресом пройти. Так, тихонечко. Вдруг не заметят. А! Ха-ха-ха. Я так... Так и думал, что заметят. Ещё как заметят. А-а-а. Но мы так неплохо по маячкам прошли. Чёрный зверь, смотрите, пытался биться там. Против Ланселота. Летающий там задолбал летать. Мы его сожгли нахрен. Ну, честно говоря, мне такая история не нравится. Мне надо маяк захватывать. Э-э-э-эй! Ты кто такой? Обалдеть! Прискак... Там близ был? А я не заметил. Вот это засада. Приземлился, умер пацан. Знать надо. Бежим, бежим. Маяк, маяк, антипоц! Не бери маяк, антипоц! Да лучше б тебя убило! А-а-а! А-а-а! Я вошёл! Хе-хе! Я вошёл и стало легче! А, басраться и не жить! Куда я вливаю, господа? Я сам не знаю. Но вроде бы паранор сдавал там, маму не горюй. Надо убегать теперь за здание. Потом... Блин! Всё, прощайте! Прощайте, люди добрые! О, я ещё живой! О-о-о! О-о-о! Я живой! Сейчас, чпок! Шальная ракета! И всё! Хе-хе-хе! Ну что ж, давай, сразимся с тобой! Гамадрил! О-о-о! Нифига! Чуть офигеть! Мурашки даже по коже, господа! Мурашки по коже! А ты что, прям глаз включил, что ли? Реально? А меня не убил, да? Обалдеть! Обалдеть! А он же глаз включил! А я улетаю! А, смотрите! А-а-а! У меня же нету, как у Ареса! Ой, у Меркурия вот этих вот, прям, 5 секунд! Хе-хе-хе! Спектр же понерфили, помните? Да, бывают времена. Были-были времена. Ну что же, здесь неплохо маяков понахватали, но мы проиграем, блин! Противника мало, но он прям-таки калёный! Хе-хе-хе-хе! Нашёл, братуха, слабое место! Говорят, Ареса и Имба! Он лежит, Имба! Пойдём, ноги вытрем! Хе-хе-хе! Итак! Маяк важнее! Теперь можно идти помогать. Это ланс! О, это вкусно! Ланс, это всегда вкусно, господа! Давай быстрей, сбаливай, давай! Фух! А, шикарно! Ха-ха-ха! Обосраться и не жить! Хе-хе-хе! Как это было весело! Хе-хе! Выигрывать, это всегда весело! Паучок такой, о-о-о-о! Ты бласкной паук, я смотрю, да? Жирный паук! Думаю, чёрный зверь с ним не справится! А, ладно! Победа! Вот такая, ребят, третья победа этого вечера! Обалдеть! Почему постоянно на заставке горит Пиксоник? Команда, компания Пиксоник! Надо мейл-ру уже ставить! Миллион триста восемьдесят семь! Против клана Чейси мы играли! Ридик и Дикобраз! Знаете, как некоторые блогеры вот такой бы бой взяли бы, вырезали бы, да? А потом бы озвучили бы его после боя за кадром! Вот, 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 Чейси, вот, Чейси! И вот после этого, короче, взяли бы, и целый-целый ролик бы получился, как вот этот взять бой, после этого боя взять всё озвучить! Вообще просто, ну, ну, есть такие блогеры, чё уж! Этим-то я отличаюсь! Я играю всё на одном кадре, вот живая, живая игра! Пилоты готовы к повышению! На Уджан МК-2 тёлочка прокачалась! И она уже, ребята, приносит нам умение на Эвенджер! Эвенджер имеет повышенную кучность стрельбы 30%! Вот так вот, вот так вот! Правда, в бою я не очень как-то замечаю, но да ладно, ну да бог всем! Стойкий механик, 1%, если команда против контроля! А, да, это уже было! В общем, мне надо полторы тысячи голды, чтобы ещё одно умение качалось! К сожалению, у меня голда есть, но очень жалко её тратить! Извини, пожалуйста, Рита, но... Рита, Рита, Маргарита, в школе была у меня любовь, Рита! Ну что ж, бой закончился! Смотрите, сколько мы плюшек наполучали после наших трёх боёв за вечер! Важно приятно получать столько голдишки и бонусные задания! Открываем, а здесь среди звёзд 1, 20, 2, 30! Большое спасибо хочу сказать разрабам, что они не завысили стоимость вот этих вот заданий! Прямо выполнение, чтобы было адекватным! Вот спасибо им большое! Я, видите, за три боя выполнял! Вот это очень-очень приятно! Чего, ребята, в игре и не хватает! Чтобы всё легко давалось! И было бы интересно играть! Получаем ещё 50! Бам-барам-бам! И идём открывать сундук! Так-то мне на стриме ребята вечером говорят, что выпадет! А здесь некому сказать, что выпадет! Но вы можете себя проверить и нажать на паузу и написать, что же выпало! Что же мне выпадет? Особая поставка! Сейчас, Танюша! Особая поставка, ребята, вот она! Призы, конечно же, вы все знаете, что тут за призы! Ну так, чисто напомнить! Какой мне приз хочется иметь? Да, в принципе, никакой, на самом деле! Легендарные пилоты! У меня уже есть пилоты! Зачем менять пилота на пилота? Хотя, в принципе, можно! Тоже приятно, когда все пилоты были бы легендарные! Из модулей! Вот, ласт-тенд мне абсолютно не нужен! Видите, в чём фишка? Имея 5 ласт-тендов, вам может выпасть ещё 6 ласт-тенд! Абсолютно бесплатно! Но он уже нахрен не нужен! Антиконтроль! Вот такой модуль я бы, конечно, хотел бы получить! Вот его бы хотел бы получить! 5 тысяч голды на дороге не валяется! Орес нет! Фенрира, ну, для коллекции, может быть! И вот этого Ореса точно для коллекции зелёного! С такими щупальцами хотел бы получить! По поводу вот этих легендарных героев! Тоже, в принципе, по барабану! Были бы и были бы, хрен с ним! Ну, если только Фенрира бы выиграл бы! И Линду на Фенрира посадил бы! Кстати, сиськи у неё добрые, ребята! Большие сиськи! Блин! Броня! А эти пушки вообще непонятно, нужны мне игрокам или нет! Ну, открываем, посмотрим, что же у нас там выпало! И... Оп! 3 тысячи возбудителей! Хороший приз! Ребята, очень хороший приз! Зная, что возбудители очень дорогие! Полторы тысячи стоит возбудитель! Чтобы возбудиться... Или тысячи голды он стоит, я не помню! Кстати, где вообще эти возбудители смотрятся? Господа, вы не знаете, где возбудители можно посмотреть! Не, ну реально! Золото, серебро! А где возбудители можно купить или что? Как они там вообще? Я не понимаю! Честно! А, вот! Да, когда заходишь в описание робота! Я помню, где-то видел! 13 тысячи триста возбудителей! Меня ребят спрашивают, братух, тебе что, пиксы подбрасывают? Я говорю, нет, ребят, оно само копится! И вот сейчас вы увидели, как оно само копится! Ну что ж, спасибо всем за внимание, понимание и так далее! Подписывайтесь на канал! Ставьте лалки, дизлалки! Оставляйте свои комментарии! Ваше мнение очень важно для нас! С вами был великий и ужасный русский блогер, братуха! На игре для Android News! War Robots! Ещё раз, пока-пока!